Всем привет! На связи Владимир Калаев. В этом видео я хочу поздравить вас с принятием решения участвовать в моем бесплатном вебинаре, который состоится 4 июня на тему «Эффективная таргетированная реклама ВКонтакте». Для вас это будет ценнейший опыт, который мы за последние полгода с нашей командой наработали в этой теме. То, что срабатывает у нас, то, что срабатывает у наших клиентов. Поэтому еще раз хочу вас поздравить. Вам очень повезло, что вы записались сюда. Будет много ценностей, много ценной и полезной информации, которую вы тут же будете внедрять в ваш бизнес. Новый бизнес, существующий, или вы только начинаете развивать свой проект. Поэтому, если вы ищете каких-то волшебных таблеток, быстрого заработка, что-то быстро ухватить, урвать и так далее, то это не сюда. Халявщиков я не жду и сразу прошу вас, не приходите. Если же вы понимаете, что вашему бизнесу нужны новые клиенты, нужны новые источники трафика и новые заказы, то мы с вами будем в таком мини-тренинге прорабатывать это и тут же смотреть, что будет получаться у вас с моей обратной связью. Поэтому еще раз вас поздравляю. Сегодня в этом видео я хочу рассказать о трех таких ключевых, на мой взгляд, ошибках, которые совершают многие предприниматели, когда начинают запускать свою таргетированную рекламу ВКонтакте. Этих ошибок я назову сегодня три. Более подробно разберу одну, как вам ее избегать. И на вебинаре мы разберем большинство количества ошибок и все это более детально будем прорабатывать. Первая ошибка, что многие, кто еще ни разу не пробовал, думают, что таргетированная реклама ВКонтакте, это просто, легко, эффективно. Да, действительно, если вы запускаете уже свою пятнадцатую-двадцатую кампанию в одной нише, в одной и той же теме, то для вас это просто, да. Если вы так же делаете это уже не первый раз, а десятый-пятнадцатый и наработали в этой теме уже более десяти тысяч часов или около того, то да, для вас это легко. И да, таргетированная реклама ВКонтакте это эффективно, если вы все делаете правильно. Поэтому здесь эта ошибка, она больше в вашей голове может быть. Если у вас ее нет, это отлично. Но все же я должен вам это сказать и я объясню, почему это важно. Если вы считаете, что таргетированная реклама ВКонтакте это просто и легко, то вы, скорее всего, получите слив бюджета. Вы сольете просто все деньги, они у вас уйдут в никуда, вы не получите целевых клиентов. И, скорее всего, я слышал такое мнение, что реклама ВКонтакте говно, не работает. Простите меня за сленг, но действительно многие так считают. Потому что подходят к этому. Так что сейчас я быстро запущу хоп-хоп-хоп, там же все должно быстро случаться. Это же ВКонтакте, модерацию пройду, получу трафик, получу заказы, все будет классно. Вот отсюда и происходит такое мнение, что реклама ВКонтакте не работает. Потому что подходить надо к этому с умом, нужно тестировать, много тестировать. У нас для запуска одной кампании в новой нише происходит тестирование минимум 5 рабочих дней. Там 3-5 дней мы просто подбираем, пробуем, ищем, ищем, ищем варианты, как это будет максимально эффективно. Есть. Это первая ошибка. Второе, о чем я хочу сегодня поговорить, это ошибка. Из пушки по воробьям. Из пушки по воробьям. То есть ВКонтакте... Сейчас мы как-то нарисуем вот так вот пушку. С ядрами. И тут вот воробьи сидят. В ВКонтакте действительно очень большая аудитория. Очень большая аудитория. И она есть. Целевая аудитория вашего бизнеса также есть ВКонтакте. Поэтому, чтобы вам ее найти, вы должны очень четко понимать, кто ваша целевая аудитория. И как показывать рекламу именно им. Что сегодня происходит в большинстве бизнесов. То есть есть вот целевая аудитория. Люди знают, что хотят в нее попасть. Целятся туда, а бьют на самом деле по более широкому кругу. Бьют вот сюда. То есть не учитывают поведенческого, покупательского поведения целевой аудитории. Когда люди покупают? С первого раза? Или им нужно что-то прочитать про ваш товар? Им надо как-то пообщаться с другими людьми, почитать отзывы и так далее. Не учитывают иногда даже семейное положение. Вот мои супруги показывают объявление о том, как найти парня. Хотя у нее в статусе стоит, что она замужем. Это встречается сплошь и рядом. И я вас призываю более детально прорабатывать вашу целевую аудиторию. Что это может быть? Самые простые вещи. Пол. Возраст. Подумайте, все ли возраста вам нужны. Кто есть ваша платежеспособная аудитория. Пол. Возраст. Город. Обязательно. География. И интересы. Сейчас мы более подробно разберем, как находить именно по интересам, чтобы вам это было понятно. То есть перестаньте бить из пушки. Если вы взяли всю аудиторию и думаете, что чем больше аудитория, тем больше количества людей будет показана ваша реклама, тем больше клиентов вы получите. Сегодня этот принцип телевизора не работает. Сегодня вы можете очень узко подобрать именно тех людей, кому будет интересен ваш продукт, ваша услуга и очень узко показать рекламу только им. Тогда вы получите дешевые клики, большую отдачу, целевые заявки, целевые звонки и так далее. Как я сказал, с помощью выявления интересов это можно решать ВКонтакте. И третья ошибка, которую я хочу сегодня с вами разобрать, это все в кучу. Такая вот куча. Все в кучу. Я также оказываю слуги консультации тем компаниям, которые самостоятельно настраивают рекламу. И столкнулся с этой проблемой действительно неоднократно. То есть, когда вы настраиваете рекламное объявление и таргетируете, то есть, показываете это объявление тем людям, кто состоит в каких-либо группах. Это хорошо, потому что вы уже находите эти группы и, значит, выявляете интересы. То есть, если человек вступил в группу, значит, у него есть какой-то интерес. Например, если я вступил в группу кулинарии, значит, что мне интересны кулинарные рецепты, и мне можно продавать книги, семинары по кулинарии. Мне можно продавать бытовую технику, которая поможет мне вкусно готовить и так далее. Но где ошибаются многие? То есть, берут одну группу, вторую группу, третью, семнадцатую группу и показывают таргетинг по всем этим группам. Одно объявление на все семнадцать этих восемнадцать-двадцать групп. При этом вы не знаете точно, вы сейчас не знаете наверняка без теста, в какой именно группе будут ваши целевые посетители. Может быть, в группе один только боты. Может быть, в группе два только школьники. В группе три есть ваша целевая аудитория. В группе четыре ее снова нет. В группе семнадцать она есть, а в группе восемнадцать ее уже нет. Поэтому здесь не нужно скидывать все в кучу. Нужно тестировать каждую группу по отдельности. Настраивать минимум пять-семь объявлений на каждую группу и смотреть, как ведут себя участники этой группы. Реагируют они на ваши объявления, кликают или не кликают. Это позволит вам значительно сэкономить ваш бюджет, который сейчас, возможно, вы тратите вот на вот эти группы, где совершенно нет вашей целевой аудитории. Более подробно обо всем этом и других ошибках, других вариантах поиска вашей целевой аудитории, как подбирать картинки, писать заголовки, возможности ретаргетинга, которые сейчас очень-очень активно можно использовать и получать хорошие результаты с помощью этого инструмента, мы разберем на вебинаре 4 июня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, поделитесь с друзьями. Я думаю, что 4 числа мы с вами встретимся и все это будем прорабатывать в течение полутора-двух часов очень подробно. С вами был Владимир Калаев. До встречи. Спасибо.